МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Незабытое временем в художественном музее открылась выставка «Грани творчества», посвященная известному художнику. Это акварели, это графика, это карандашный рисунок. На что посмотреть. А также помощь государства, рублевые сбережения и семейный капитал. На начало месяца в Беларуси открыто более 130 тысяч депозитных счетов. Какова сумма выплат? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Елизавета Липеева. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам пассажироперевозок. Среди участников диалога премьер-министр, профильный вице-премьер, председатели КГК и КГБ, министр внутренних дел, губернаторы. В центре внимания безопасность и легальность такси и маршруток. Понятные и справедливые правила соблюдают далеко не все участники бизнеса. За 9 месяцев 2023-го проверено чуть больше 10 тысяч автомобилей. Выявлено почти 9 тысяч нарушений. Самое страшное, что нелегалы намеренно уходят от требований безопасности, которые предъявляются к регулярным перевозчикам. Наличие необходимой водительской категории и стажа. Людей возят все, кто хотят. А потом дикие аварии, как под Смолевичами. Гибнут дети и полтора десятка человек. Никто не виноват. Поэтому стажа нет, категории нет, допуска в рейс нет, техосмотра нет, режим труда и отдыха не соблюдаются. Бомбят с утра до вечера эти водители, потому что это же деньги для хозяев. Такое отношение к делу рано или поздно приведет к трагедии. Как я уже сказал, подобный в Смолевичском районе, где погибло полтора десятка человек. И дети тоже. С финансовой точки зрения чаще всего выявляют сокрытие выручки, как я сказал, дробление бизнеса, зарплату в конвертах, неуплату налогов. Правительство подготовило проект указа, который будет регулировать отношения в сфере автомобильных перевозок пассажиров. В списке предложений – организация реестра легальных перевозчиков, диспетчеров и других участников процесса. Ничего личного пенсионерку ограбили на крупную сумму. В милицию с обращением о краже обратилась 60-летняя жительница Могилева. Пенсионерка сдала квартиру 44-летнему знакомому. Когда пришла в дом, чтобы взять тонометр, на месте его не обнаружила. Квартирант вместо того, чтобы вернуть аппарат, сбежал. Тогда-то женщина обнаружила пропажу и других ценных предметов. Выяснилось, что чужие вещи систематически похищал местный житель, который некоторое время снимал у нее жилье. Похищенное он перепродувал, либо сдавал в ломбард. Общая сумма украденного – полторы тысячи рублей. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Возведение счастья. В Бобруйске продолжается строительство детского сада. Значимый объект в микрорайоне Киселевичи посетил председатель Могилевского обл. исполкома. Трехэтажное здание на площади более 6 тысяч квадратных метров рассчитано на 240 мест. Здесь с комфортом разместится 12 групп, гимнастические актовы залы, комнаты для кружков, психологической разгрузки, и застудия, и даже бассейн. Большой город, и он имеет большое значение как для нашего региона, так и для Республики Беларусь. И сегодня мы здесь работаем по многим направлениям. Важность и необходимость социально значимого объекта для Бобруйска очевидна, поэтому работы ведутся ежедневно. По планам, современное дошкольное учреждение должно распахнуть двери уже в декабре этого года. Налоговый дедлайн, сладкий экспорт и повышение зарплат. С 1 января увеличится базовая ставка работников бюджетного сектора. Насколько? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Население Республики продолжает увеличивать сбережения в белорусских рублях. За октябрь 2023-го прирост больше 140 миллионов. С ноября прошлого года объем вырос на 23%. В свою очередь, иностранные вклады за октябрь снизились на почти 51 миллион долларов. В Беларуси по программе «Семейный капитал» открыто более 130 тысяч депозитных счетов. Выплаты, напомним, выдаются многодетным при рождении или усыновлении третьего, либо последующего ребенка. С 1 января до 31 декабря 2023-го размер пособия – 29 950 рублей. Беларусь в этом году поставит в Россию в четыре раза больше сахара, чем в 2022-м. Вскоре отметка достигнет 170 тысяч тонн. Основной объем продукции – порядка 65% – идет на внутренний рынок. Остальное отправляется на экспорт. Сладким песком республика обеспечивает себя на все 100. С 1 января базовая ставка работников бюджетного сектора увеличится до 250 рублей. За 9 месяцев 2023-го она выросла более чем на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозам правительства, среднемесячные выплаты в 2024-м будут 2087 рублей. В бюджетной сфере – 1634. Беларусы в обязательном порядке должны оплатить налоги до 15 ноября. Всего около 3,5 миллионов человек. В списке транспорт на земельный и на недвижимость. Выставленную сумму можно посмотреть в ЕРИП или в личном кабинете плательщика. Нашествие вирусов. В Бобруйске отмечается рост заболеваемости ковидом. Специалисты отмечают – симптомы ОРВИ могут плавно перерасти в грипп или коронавирусную инфекцию. Всему виной – ослабленный иммунитет. Самым эффективным методом борьбы остается вакцинация. За уколом иммунитета можно обратиться в поликлинику по месту жительства. Необходимо вакцинироваться ежегодно. Иммунитет сохраняется в течение 6-12 месяцев. И, следовательно, если вы были привиты в прошлом году, то в этом году необходимо обновить вакцинацию и повысить свой уровень антител, для того, чтобы быть защищенным в этом сезоне. Во время высокого подъема заболеваемости учащимся и студентам разрешено пропускать занятия до пяти дней в детских садах, школах, колледжах и университетах. При этом не обращаясь в медицинское учреждение за справкой. Увековеченная на холстах в Бобруйске открылась выставка в честь памяти еврейского художника Абрама Рабкина. Представлены произведения в большинстве незнакомой широкой публике – акварель, графика, искусные натурные зарисовки. Прониклась творчеством и наша съемочная группа. В своих картинах обычно автор передает большую любовь к городу. На протяжении всей жизни художник воссоздавал на холстах каждое мгновение, которое осталось в памяти о родном крае. Основной жанр – пейзаж. Изображения березины, бобруйки, просторы вблизи деревень, черница, щаткова и луки. Выставка Абрам Рабкин «Грани творчества» открывается временной отрезок, который соединил дату день рождения художника 27 октября 25 года и дату ухода из жизни 5 декабря 2013 года. Мы постарались показать те работы, которые широкому зрителю никогда не показывали. Это акварели, это графика, это карандашный рисунок. Впервые в работах художника можно увидеть бытовые зарисовки, портретные наброски, интерьеры, предметные композиции. Отдельного внимания заслуживают автопортреты и графика. Я люблю этого автора и его картины о городе, о людях нашего города. Портреты партизан, его интересные очень работы. Портреты его жены Нины Михайловны очень мне нравятся. Зная его другие работы, я хочу сказать, что он хотел передать свою любовь к родине, к своему родному городу. Абрама Саковича Рабкина я лично знала. Я очень довольна работой нашего музея. Город вроде бы небольшой, но когда открывают пласть за пластом художественную жизнь города, это великолепно. Со времен ухода из жизни Абрама Рабкина прошло 10 лет. За день до оккупации Бобруйска в 1941-м он добровольцем отправился на фронт, где был тяжело ранен. Это не могло не отразиться на его творчестве. В мирное время окончил Ленинградское художественное училище и обосновался в Питере, но не забыл о городе детства. Абрам Сакович был влюблен в жизнь, был влюблен в город свой. Он очень любил людей, я уже про это сегодня говорила. И этим вот чувством проникновения, вот этот одухотворенный мир, он был весь сам пронизан и все его работы. В памяти великом создателе продолжает жизнь в картинах и людях. Выставка «Абрам Рабкин. Грани творчества» открыла местным жителям возможность вдохновиться любимым городом через полотно. Сквозь него прикоснуться к художественной жизни Бобруйска. Насладиться произведениями искусства можно до 10 декабря в Художественном музее. Юлия Вернер, Елизавета Житкова, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Сразу после нас Бобруйск.Лайв. Моя коллега Мария Бересневич расскажет, можно ли назвать МХЛ топ-уровнем для молодого хоккеиста. Спросит, за кого болеет генеральный менеджер ХК «Динамо Шинник», узнает, чем должна дышать современная молодежь. Все ответы в 20.45. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»